Арсений Никитин – грибник с 13-летним стажем. Тихой охотой он зарабатывает на жизнь. Говорит, в прошлом сезоне, например, за один выход в лес удавалось собирать до 250 килограммов белого гриба. В прошлом году и позапрошлом очень много грибов было. Думаю, в этом году все-таки будет отдыхать природа. С учетом того, что сейчас у нас конец июля, грибов сильно нет, только первые начались. Поэтому урожайность в этом сезоне, по прогнозам бывалых, будет примерно вдвое меньше прошлогодней. Дождей было много, но от них пока плодятся только лесные кровососы. Их столько, что невозможно спокойно стоять на месте. А вот грибам еще нужно тепло, особенно теплые ночи, чтобы грибница, как говорят, напарилась. Но и сейчас можно попытать удачу. Сейчас лисички в этом году полезли в районе Балатин. Прямо рядом с Балатинами, то есть, видимо, что тепло все равно идет от воды, от всего остального лисичек, там на самом деле много. То есть, пока в сосновом бару сильно не находишь. Белый гриб, вот в данный момент сейчас в Заринском районе, по Заринскому направлению появился, в Троицком появился. Вот здесь появился, в Первомайском районе, в Волчихо полез. Еще можно отыскать сыроежки, грузди. Как правило, грибные места остаются прежними из года в год. Кстати, урожай прошлых лет заразил жителей края грибной лихорадкой, говорит Арсений. В лес вышло очень много новичков. Даже появилась идея создать небольшой туристический кластер. И там, как на учебном полигоне, рассказывать, где искать грибы, какие можно собирать, а какие нельзя. В тематических группах на такие услуги уже есть спрос. В группах подсказывают, и немало людей с собой берет. То есть, как бы, ну, там договариваются, может, за какую-то плату, там, за бензин. Вот мы периодически с собой людей просят соберем, ну, ради бога, на бензин скидываемся, поедем, показываем, объясняем. Конечно, печально бывает, когда потом приезжаешь через три дня, а там большая толпа этого человека вместе с родственниками, с друзьями уже все собирают. Ну, куда деваться. Лучше так, чем человек найдет там бледную поганку, пожарит и не позвонит тебе, ничего не скажет после этого. С прогнозами на осень грибники пока тоже осторожны. Если в сентябре придут заморозки, то опять можно не ждать. Но пока синоптики радуют с сегодняшнего дня и до конца недели на Алтае до плюс 33, так что можно готовить корзины. Николай Потешкин, Андрей Печоркин. День с толком.